Детская филармония 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 Сюда будущие родители приходят на концерты в ожидании чуда и слушают музыку, которая полезна ими, будущему ребеночку. А когда он родился, папа с мамой могут прийти уже на бэби-концерт и послушать классическую музыку в живом исполнении. А уже подросший ребеночек, когда ему станет год или полтора, приходит сюда на концерт в ползунках. Конечно, когда приходят такие юные джентльмены и барышни, все стулья убираются, кладется огромный-огромный пушистый ковер. И эти юные слушатели лежат, сидят, ходят, иногда даже бегают по этому ковру. А в это время звучит рояль, флейта, скрипка или аккордеон. А когда наступает Новый год, здесь появляется красивая-красивая елка. На окнах появляются морозные узоры, хрустальная люстра превращается в переливающиеся льдинки. И начинается волшебное-волшебное представление. Камерное представление для маленьких детей начинается здесь буквально с одного года. Это самое волшебное новогоднее представление в Екатеринбурге. Зал носит имя Марка Израиль Чаповермана. Именных залов в Екатеринбурге немного. Зал Маклецкого в областном музыкальном училище, Большой зал имени Прокофьева в Уральской консерватории, Концертный зал имени Лаврова на Уралмаше. И вот в октябре 2014 года появился еще один. Это камерный зал детской филармонии, который стал называться залом имени Марка Павермана. Марк Израильевич Паверман, пожалуй, одно из ярчайших имен в истории уральской музыки. Основатель Уральского филармонического оркестра, создатель кафедры оперно-симфонического дирижирования в Уральской консерватории. И также именно Марк Израильевич создал первый детский юношеский камерный оркестр. Он всегда воспитывал не только студентов, не только своих юных музыкантов, молодых коллег, но и воспитывал зрителей, слушателей, которые до сих пор вспоминают его с благодарностью. А еще он считал очень важным, что нужно поддерживать молодые таланты. И может быть именно поэтому Попечительский совет детской филармонии в 2015 году учредил специальную премию имени Марка Павермана, поддерживающий особо отличившихся детей детской филармонии. Именно вот в этом зале 8 июня, в день рождения маэстро, проходит торжественная церемония вручения этих премий. Талантам нужно помогать.